Тем временем спасатели продолжают поисковую операцию в районе падения российского самолета. Обломки лайнера, разбившегося на Синае, разлетелись на очень большой площади. Что стало причиной катастрофы, определить пока сложно. Версии у специалистов самые разные. Из Египта репортаж Юлии Ольховской. В 7 часов утра на севере Синае возобновили поиск тел погибших пассажиров, которые утром 30 октября рейсом 92-68 должны были улететь отсюда, из Шарм-Аль-Шеха, в Санкт-Петербург. На месте крушения авиалайнера российские спасатели работают совместно с египетскими. Как заявил глава МЧС Владимир Пучков, поисковая операция должна быть завершена как можно быстрее. А в Каире сегодня российские и египетские исследователи начинают тестировать найденные на месте катастрофы черные ящики, чтобы оценить их сохранность. Накануне эксперты Российского авиационного комитета и представители правительственной комиссии по расследованию ЧП, которую возглавляет министр транспорта Соколов, побывали на месте падения самолета. Зона поисковых работ составляет более 20 квадратных километров. Для сплошного скандирования района будут применяться беспилотные летательные аппараты. Самолет, скорее всего, начал разваливаться в воздухе. Хвостовая часть лежит на расстоянии 8 километров от фюзеляжа. Пока это единственный вывод, озвученный экспертами. Все остальное – версии. Судя по положению корпуса самолета, лайнер мог перевернуться в воздухе. Крылья, как и стойки шасси, смотрят вверх. ЧП с лайнером «Коголымави» активно обсуждают не только в российской, но и в зарубежной прессе. Катастрофа при идеальных условиях. Так ее охарактеризовали журналисты. Ведь все вроде бы шло в штатном режиме. Прекрасная погода, хорошая видимость. За штурвалом опытный командир. 12 тысяч часов налета. Сам лайнер «Аэробус-321» считается одним из самых надежных и популярных самолетов в мире. Проблема возникла через 20 минут после того, как самолет уже набрал высоту. Как подчеркивают и российские, и зарубежные эксперты, это едва не самый безопасный момент полета. Самолет находился в воздухе примерно 23 минуты. К этому моменту он уже на автопилоте. Он достигает своей крейсерской высоты. И мало что может пойти не так. Тем не менее, на высоте 9 тысяч километров, по данным сайта «Флайт Радар», самолет резко начинает терять высоту. Потом ее пытается набрать, снова проваливается вниз. На главный вопрос, что стало причиной, ответа пока нет. Противоречивая информация поступает о том, запрашивал ли командир экстренную посадку. Одни СМИ утверждают, что запрашивал в аэропорту Каира. Другие эти данные опровергают. Вскоре после падения лайнера телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что самолет якобы могли сбить исламские экстремисты. Однако в состоятельность этой версии большинство экспертов пока не верят. Сбить самолет на такой высоте из переносного зенитно-ракетного комплекса просто невозможно. Другого серьезного оружия у боевиков просто нет. Заявления боевиков, опубликованные в социальных сетях, не имеют под собой абсолютно никаких оснований. У боевиков нет оружия, способного сбивать самолеты на крейсерской высоте. Тем не менее, пока авиационная комиссия рассматривает абсолютно все версии. Не исключено, что для ускорения расследования потребуется расширенное международное сотрудничество. Как известно, Синай из-за постоянной активности террористов находится в зоне наблюдения Израиля, чьи беспилотники постоянно мониторят приграничную область. В то же время агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в службе безопасности Синайского аэропорта сообщило, что предварительный осмотр разбившегося самолета все же указывает на техническую неисправность. Этой же версии, как сообщает «Интерфакс», придерживается глава компании, обслуживающей египетские аэропорты Адель Аль-Махжуб. Также в СМИ есть информация, что в 2001 году этот лайнер при посадке в аэропорту Каира повредил хвостовую часть. Тогда его эксплуатировала другая авиакомпания. Однако неизвестно, насколько серьезными были эти повреждения. Детали, судя по всему, должны прояснить представители ирландской компании, которой принадлежал лайнер и которая сдавала его в эксплуатацию. В ближайшее время ирландцев ждут в Египте. В свою очередь в авиакомпании «Кагалымави» утверждают, что самолет в последнее время никаких проблем не имел. Своевременно и в полном объеме прошел все формы досмотра и пред злополучным рейсом. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов, Первый канал, Египет.